Привет, друзья! Это Паука, наш замечательный пиксельный мир. Мы находимся в детсаду, муравьином детсаду. Я решил помочь воспиталке. Дело в том, что она их поднимает, ну вот эти личинки, она их поднимает и как бы укачивает, чтобы они спали, не тревожились. Я решил их подвесить, и они все будут укачиваться. В том числе и воспиталку тоже подвесил. В общем, теперь я могу перемещаться здесь вот таким вот образом, словно это струны. Но я думаю, что все они довольны, и все радостны, особенно воспиталка. В принципе, ее можно спросить. Эти личинки скоро станут большими и сильными. Вся колония перед тобой в долгу. Ну вот, теперь они у меня в долгу. Когда вырастут, они будут помнить добренького дядюшку Паука-ныча. О, вы ей! Итак, с муравьями у нас покончено. Нужно отправляться к жукам. Я думаю, поймать и так сон. Попутки, к сожалению, пока нет, все не в ту сторону едут. Предлагаю сплести паутинку. Здесь отличное место. Давно, кстати, меня просили паутинку сплести в комментариях. Вот я этим сейчас и займусь. Ммм, косая какая-то паутиночка получилась. Ну, в принципе, это лучше, чем ничего. По крайней мере, как-то вроде похоже. Ну, вообще, я же не паук. Мне не виднее. Ну, в общем, ладно. Я уже вижу паутинку. Я думаю, что вот этот вот муравей нас подвезет. Муравейшечка стоит... Не получилось. Так, ладно. Ждем другую паутинку. Едет, едет, едет. О, паутинку. Целых два. Так, куда ты? Один сорвался. Другой вроде бы нормально. Сейчас на нем поедем. 4 ВД, как говорится. Сейчас с ветерком домчим. И-и-и... Куда это? Ты меня должен везти, а не я тебя. Слышь? Давай цепляйся. На него эту сторону в другую пошли. Вот, красавчик. Погнали. Муравей на выгулик. Я с ветерком домчу, куда мне нужно. Самое главное, зайцем. Надвигается опасный момент. Возможно, мы здесь вдвоем не пролезем. Эт, черт. Так, я и думал. Пересадочка. Подожди, пересадочка. Эт, черт, не вышло с пересадочкой. Ладно. Воспользуемся паутинкой. Попуточка. Пойдем со мной. Пошли. Во! Молодцом. Поехали дальше. Ну, все. Пока, братуха, братва. Эт. Ага, бомись. Туда-то он меня не закинет. Ну, ладно, я своими силами. Давайте до свидоса. Не отпускать меня. Эти муравьишечки говорят. Давай еще потусим. Тобой. Ну, говорю. Ну, да давай потусим. Давай покатаемся напоследок. Короче, решил всех муравьев, которые здесь есть. Где Мухмер стоял. Мухмер. Мух. Что это за имя Мухмер? Мухмур. Блин. Да, Мухмур его звали. Точно. Короче, решил всех покатать на вот этой вот платформе. Сейчас, подожди. Дружок, куда-то не беги. Не беги. Все кататься. Сегодня у нас день каруселек. А то вы заработались. Нельзя столько работать. Все на покатухе. Погнали. Вот. Ты что так упертый? Давай поехали. Поехали, говорю. А, зацепился. Ииии, смотри. Нам пора идти. Никто не пойдет. Нам нужно покататься. У нас сегодня вообще-то праздник. Мы меня хмуро запустили. Так что отдыхаем. Не стесняемся, барышня. Проходим на карусельку. Место еще есть. Отлично. Теперь у нас реальная пати. Я, наконец-то, вымрался из этого муравьиного логова. Теперь мы на свежем воздухе. Деревья, листики, все дела. Сейчас будем с тобой искать навозных жуков, чтобы достать топливо. Ю, листики, наконец-то. Давненько я вас не видел-то под землей. А ну иди сюда. О, ух ты, нифига себе прикольно. Очень круто. Я не знал, что можно на листиках, как на парашютах, спускаться. Десантура. Есть еще другой метод спуска. Тарзаночка. Ух. Круто. Тарзанки я обожаю. Это покруче и повеселее, чем парашютик. Есть еще одна идейка. Долететь до другого конца и зацепить на паутину. О, не получилось. Но ничего, не все бывает с первого раза. Блин, опять на листик зацепился. Я хотел тарзаночки. Ну ладно, мух, здорово. Я видел, что это тут. Как насчет зацепиться оттуда сюда? О, видишь, получается. Спокойно можно. Сейчас, подожди. Давай с тарзаночки попробуем. Это же возможно. Хоп-па. И цепляемся. Да. Все возможно. Так, ну тут была подстраховка. Давай мы подстраховочку уберем все вот эти паутинки. Отстреливаем нафиг. И без страховок давай. И только вверх, только вперед полетели. И да, за муху зацепился. Мухач. Мухач, иди сюда. Пауканыч тебя в гости зовет. Ну ладно, что. Пришло время поболтать. Пищница, перед тобой король мух. Твои клыки слишком малы, чтобы съесть меня. Если от моих родичей у тебя случится несварение, приходи меня навестить. Посмотрим, что с этим можно сделать. О, муха-целитель. Что? Ты не съел ни одной мухи? Пожалуй, я был к тебе слишком строг. Иди с миром, паучок. И не поддавайся искушению. Окей. Я съем всех мух, которых встречу. А потом съем тебя. Но сперва я хочу тебя расчленить. Знаешь, я в детстве был жестоким. Любил мухам отрывать крылышки. Но типа, что? Я не умею летать, а они летают. Так не честно. Поэтому мы сейчас эту муху попробуем разорвать на чести. Но я сомневаюсь, что это получится. Тут... Это же король мух. Все не так-то просто. Ладно. Я оставляю тебя здесь, в таком положении. Я тебя потом съем, когда подрасту. Ого. А мы дальше направляемся. И полетели мы снова тарзанкой вперед. Йоу. Вкатываемся в новую локацию. Муха. Муха. Лови муку. Да что ж такое-то. Муха, иди сюда. Муха, догоню. Йоу. Хрукай ее. Хрукай. Да. Да. Срали муху. Валей. 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 Моя первая муха. Моя первая беда. Столько длительное время. Я так полагаю, мое приключение уже началось к жукам. Потому что тут куча грязи. А жуки-то у нас навозные. Йоу. Сейчас. Быстро туда доберем. Муха. 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 Лови муку. Муха. Да. Я как этот ковбой, который оседлает муху, а потом ее сжирает. Ну, ковбой, правда, не жиряет быков. А я сжираю. Кстати, наличие здесь мух объясняет то, что тут попахивает. Ну, знаешь, там какахами, там навозом. О, о, о. Первая головоломочка на нашем пути. Нам нужно перевесить вот эту палку. Сейчас сделаем. Я же инженер. Видишь, у меня каску на башке. Значит, вот эти камушки. Сверху не зацепится. Сейчас вот эти камушки надо отсюда как-то стащить вот сюда. Сейчас все будет по красоте. По инженерному заинженерием. Прицепляем. Потом это сюда цепляем. Надо камушки камушком зацепить. Главное не тупить. Давай, давай, переваливайся. Нет, так не прокатить, ладно. Паутинка зарешает все равно. Ю-ху, получилось. Получилось, получилось. Мы едем. Едем, едем, едем. Перевешиваем. Своей жопкой сейчас цепь наверх. Нет, моей жопки недостаточно. Я тут не допрыгну, да. Ладно, прибегнем к другому методу. Давай, пускайся вниз. Сейчас зацепим паутиночкой. Опа. Паутина везде зарешает. Какая у меня мощная паутина? Держит такую балку. Все, полетели. Давай, давай, давай. Ого, нифига себе. Это что за рокет-джамп? Ты видал, как я бластером стреляю и взлетаю? Сейчас надо будет это проверить. Блин, ну насколько же здесь все классно придумано и реализовано. Вот это даже пузырь воздушный. Но сейчас меня, конечно, больше интересует рокет-джамп. Это еще с моих детских воспоминаний, когда я в кваку вторую играл. Квейк. Квейк второй. Муга. Мугу. Сейчас зажмем. Зажмем, да. О, я повис на невидимой муке. И тихонечко опустился на воду. Забавно. Так, короче, рокет-джамп. Эта тема называется, когда ты под себя стреляешь ракетницей и взлетаешь. Во! Работает эта тема здесь. Ты видал, как я летаю? Круто. Надо эту штуку... Стой, стой, стой. Переборщил, мальца. Ну ничего, попыточка номер два. Взлетаем. Ах, туда прям долететь-то не получится на этот кусочек. Паутиночкой давай. По-стариночке. А рокет-джамп будем юзать, когда будет возможность. Вон там зацепиться езди. Я же инженер. Придумаю любые системы. Перебраться и добраться. Взлететь, долететь. Это моя стихия. Не зря все-таки меня касочкой муравьи наградили. Опа. Да, но этот уровень грязивый меня уже бесит. О, смотри, а может мы туда долетим? Давай попробуем на рокет-джапе. Ух. Это-то... Ну же, ну же, ну же... Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть нам оставалось. Сейчас долетим. Смотри, получится перелететь. И... Вот, вот, давай еще... Да, прикинь, мы это сделали. Мы это сделали. У-у-у. А куда это мы падаем? Нет, только не вниз. Черт. Все сначала. Мы упали в воду. Все. Все, я уже здесь. Я, жаль. Давай, залетаем. А мухи еще будут. А также это я проголодался, давно не видел. Так. Внизу шипы, поэтому мы вот так вот это все преодолеваем. И дальше... Блин, там шипы-то далеко. А-а-а, черт. Я думал, я зацепился, но нифига. Попытка номер два. Сейчас зарешаем. Давай вот... Прикинь, получилось. На бум просто прыгнул. Ладно. Как настоящий человек пук. Сейчас, подожди. Надо наверх. Что-то ракетджем плохо тут работает. Вот. Муха. Чертова муха затащила меня на шипы. Ай. Блин, как все быстро-то. Не успел сообразить. Муха, иди сюда. Е-е-е-е. Давай. Давай полетаем. Нифига себе, прикольно. Если ее не сжрать, она, в принципе, может тебя и далеко куда подвезти. Обожаю попутное такси. Слушай, управлять ей, интересно, можно? Сейчас попробую. Так. Но она дикая вообще. Ей сложно управлять. Короче, все управление заключается на том, на каком боку мухи я вешу. Если слева, то налево. Если справа, то направо. Все, сжираем ее. Иди сюда, пупсик. Да. Уже четыре мухи исхал. Да я гигант. Интересно, а куда меня такие мухи влазят? Они, в принципе, такие большие. Практически с мой размер. А я их халю. Видимо, переваривается быстро. Ладно, летим дальше. Я чувствую себя каким-то Джеймсом Бондом. Знаешь, у которого примочки всякие есть. Ну, вот в виде лазерной вот этой пушки у меня из глаз. Наверху ничего нету. Ладно. Идем сюда. Что это за прекрасное место? Мы посмотрим на карте. Мы почти добрались до навозной кучи. Мы где-то рядышком с жуками. Что, вниз что ли спускаться? Блин, не той паутинкой зацепился. Я хотел тарзаночкой. Ну ладно, сейчас еще разок попробуем. Давай. Ты, кстати, посмотри, как кусты шевелятся. Как настоящие. Обалденно. Все, вниз. Вниз и по тарзаночке. Да, тихонечко спускаемся, как настоящий паукан. Что у нас здесь? Опять головоломка? Блин, ну такое уже было. Как начать зацепить дерево вот таким образом? Дерево. Это же бревно. Бревно. Уже бревно. В прошлом дерево, а сейчас бревно. Ну, давай зацепим. О, поднимаемся. Вон там краешек есть. Куда, по всей видимости, нам нужно забраться. Там тоже древесина всякая лежит. А, подожди. Вот эту, наверное, надо откутить. Давай откатим. Вот так. Пойдем посмотрим, что с другой стороны. О, там тоже древесина дофига. Угу. Нифига себе. Вот это кочерка. Вот это у нее ветки тут. Ну, короче, понятно. Снизу ничего нету. Просто плавающие всякие древесяки. Ладно, давай отсюда выбираться при помощи рокет-джампа. И взлетаем. Ты думаешь, что я не взлечу? А я-то взлечу. Я знаю. Я верю в себя. Смотри. Хопа. И все. По красоте. Ну, в общем, есть у меня одна идейка. Надо вот эти все остатки древесные перетащить сюда. И что нам это даст? Поднимется вот эта часть. И куда потом? И нам наверх, по всей видимости, надо. Да? Давай сейчас это проверим. При помощи нашей тарзанки. Ну-ка. Да, нам туда. Все ясно. Значит, нам нужно эту часть перевесить. Сейчас будем сюда таскать все вот эти вот древесинки. Только надо немножечко еще поднять бревно вот это большое. Чтобы прям на него можно было закатить. Что? Я думаю, что все. Пойдем с 8. О, отлично. Нормальное расстояние. Теперь вот это перетаскиваем сюда. Я что, грузчиком, что ли, устраивался? Меня это вообще не устраивает. Нифига. Давай-ка мы сейчас своим пулеметом, лазером попробуем. Ну-ка. О! О, как миленькие полетели. А ну-ка, ребята, вы давайте. Туда же. У меня каска не для погрузки. Каска для инженеринга. Ништяк. Все, у нас пошел перевес. Паутинка рвется. Надо все теперь здесь зацепить. Давай вот это бревнышко небольшое мы поставим вот таким вот образом. С двух сторон его зацепим. Вот так вот. Все, оно теперь будет вот так стоять. И все бревна, когда будут вниз катиться, они будут упираться вот в это бревно. А что еще мы можем снизу сделать? Ну, зацепить вот эти бревна снизу. Почему бы нет? Бревнышки. Вот так вот. Это тоже придаст вес. Но видишь, из-за того, что они плавают, это как бы не очень-то и помогает. Это, конечно, не очень круто. С этой стороны тоже сейчас зацепим. Да, плавающее бревно. Плохой противовес. Есть одна идейка. Сейчас попробуем. Но прежде чем этой идейкой воспользоваться, пойдем на ту сторону, посмотрим, насколько она поднялась. Рокет, блин. Рокет, джамп. О, да. Ну-ка. Давайте вниз все. Ништяк. Еще противовесик. Ну да, плавающее бревно это вообще катастрофа. Ладно. Давай мы попробуем зацепиться за низ. Видишь, здесь паутинка цепляется. Внизу нету грязи. Хотя странно, мы вроде под водой, тут везде грязь должна быть. Но, тем не менее, нам это на руку. Значит, цепляемся за низ, притягиваем. Все, пойдем посмотрим. И проверим. Ю-гу. Вот это полет. Обожаю летать при помощи лазеров. Да, нам достаточно, но... Черт. Давай. Е-е. Фух, я уже думал, сейчас упадал. И где мы? Мы уже близко к жукам, нет? Муха. Муха. Муха, лови муху. Муху надо ее сорать. Надо сорвать, давно не ели муху. Наберемся силы. Да что ж такое-то, соскальзиваю с веток. Муха здесь... Че? Я ее лазером подстрелил. Ой, еще одна муха. Нифига себе, здесь целых две мухи. Сейчас я поймаю всех. Муха вон та. Сейчас, 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 подожди. Она сейчас должна опуститься. О! Фига себе вот этой метки. Попалась красотка. Давай-ка ее сюда прицепим к древесине. О! Моя ручная муха. Забавно. А куда это ты так спешишь, а? Давай-ка вниз. Ой, еще одна муха. Смотри. Она влетела в паутину и сцепилась. У меня паутина, как настоящая паутина, поймала муху. Круто. Ну ладно, не будем их мучить. Надо их сорать. Давай, давай. Вот вначале вот эту съедим. О, да. А теперь другую. В принципе, если я здесь паутин надел... Ой, третья муха. А чего вас тут так много? Значит, мы точно где-то рядом с жуками навозными. Вот эта муха у меня... Нифига себе. Спасибо, что ты меня сюда подбросил. Интересное местечко. Мне, наверное, сюда и надо было. Прям такая взяла и наверх меня просто подкинул. Ну, спасибо. За это я ее пока не буду седать. Я посмотрю, что у нас здесь. Блин, мы уже на самой вершине. Ну, здорово. Тут, правда, очень грязно и скользко. Блин, ну вот меня все-таки по-паукански очень сильно гложет, что я не съел эту муху. А здесь все-таки проход. Значит, мы правильно шли. Ага, проход наверх. Блин, что за мухой, что ли, вернуться? Я даже не знаю. Ну ладно, пойдем посмотрим, что там. Что это? Ага, ну еще не на самую вершину мы добрались. Ясно. Давай возвращаться. Надо муху съесть. Я не могу себе просить, что я не съел эту муху. Она хоть нам и помогла, но ее все равно надо съесть. Это чисто по-пауканский инстинкт. Ладно, возвращаемся вниз. Слушай, а что мы здесь сделаем тарзаночку такую вот? Сюда все-таки далековато подниматься. Сейчас, подожди. Спускаемся аккуратненько. Вот это длинная будет паутина. Очень длинная. И вот цепляем ее здесь. И все. Я теперь спокойно могу наверх подниматься. Круто. Вот это я придумал. Вот это инженерная мысля. Сейчас здесь тоже паутина напускаю, чтобы мне потом удобно было тут шарахться. Ну да, точно. Мне, короче, надо было сюда каким-то образом взобраться наверх. Но я схитрил. Меня муха подбросила. Так. На всякий пожарный сейчас тут тоже полазу. Мало ли, вдруг еще мухи тут есть. Мухи. Опасный зверь идет. Насекомоядный. Я же король насекомоядности. Так. Что-то я тут опять в грязи по грязи. По грязи в грязи. Ха. Смотри. Муха сама в паутина мою попалась. Ну и хорошо. А я тут где искал тут? Тут летал. О да. Семь мух у меня уже в животике. Это круто. Ладно. Лезем наверх. Ну что у нас здесь? Куда это мы пришли? Блин. Смотри как круто еще на лазере можно кататься. Ух. Когда грязь есть просто стреляешь назад. И все. Тебя катит. Катит твой лазер. Какие-то смотри интересные постройки тоже инженерные. Я только муравьев такое видел. Ой. Шестереночки. Вот это можно поднять? Не. Ни хухры, ни мухры. Так. И что нам здесь нужно сделать? Вот эту штуку опустить. Все понятно. Все ясно. О. Тут куда-то наверх можно? Подождите. Подождите. Я хочу рокет джамп сделать и залететь куда-нибудь туда наверх. О. Полетели за карту. Черт. Ага. Сел в кусты куда-то. Ладно. Все. Хорошо. Заниматься фигней. Значит нам нужно вытащить вот эту штуку. Лазер. Лазер только ее туда загоняет. Давай попробуем паутинкой ее вытащить. Вот таким макаром. А если с этой стороны пострелять? Нет. Так не прокатит. Усилил. Короче все паутины. О. Вот везю. Вот эта штука опустилась. Так. Мы можем сейчас туда подняться. Пройти. Ага. Тут все открылось. Это больше не поднимется. А можем куда-то туда вниз спуститься. Ну там красная табличка. Типа обвал. Короче. Если ты не играл в эту игру. Не спускался по обвалу. Я тебе хочу предупредить. Не спускайся туда. Это вообще такая лажа. Ты потом вообще улетишь далеко-далеко к муравьям. И в общем там попец. Придется все по новому сюда добираться. В общем я тебе предупредил. Так что не спускайся по этому обвалу. Но если хочешь рискнуть своим здоровьем. И просто ради интереса. То пожалуйста. А мы. А мы собственно добрались. Добрались до наших жуков. Привет подруга. Здорово. Здорово. Какие они большие. Толкание огромного навозного шарика. Одно из лучших упражнений. Ну да. Вот такие качки. О. Я ее могу. Нифига себе. Какие у нее крылья. Она летать умеет. Так подожди. Я могу на тебя сидеть? Да. Я седлал жука. А прицепить тебя. Смотри-ка. Паутина у меня тянет их. Хоть они такие массивные. Но все равно паутина их притягивает. Так. Слушай. Подожди. А что если я сделаю вот так вот. Мы сейчас взлетаем. Давай. 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 Я паутиной цепляюсь за тебя. Полетели. Классно. Вот это прикольно. Вот это я понимаю. Ну что. Вот мы и добрались до этих жуков. Я думаю что на сегодня нам достаточно приключений. Навозные жуки. Свежий навоз. Лучший навоз. Ну да. Это так. Давай-ка мы их друг друга лбами столкнем. Смотри. Вот это мальчик справа. А вот это девочка. А как я понял. По рогам. Видишь у него рога здесь. Ну что. Пора закругляться. Югу. Мы у жуков. Если тебе понравилось. То не забудь поставить лайк. И подписаться. Если ты еще этого не сделал. Это очень важно. Чтобы не пропустить следующих серий. Ну а на этом все. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok